Если вы решили переехать в Турцию, то хочется поделиться с вами, какие ошибки не стоит совершать, так как исправление этих ошибок на месте вызовут немало стресса и расстройств. Вы на канале Turkey Space, я Олеся, я Владимир. Погнали! Разберемся! И первая ошибка – это сборы чемоданов. Мы в свое время совершили эту ошибку, и это принесло нам долю дискомфорта. Берите только то, что действительно вам необходимо и с практической точки зрения. Без чего вы точно не обойдетесь. Продумайте хорошенечко свой кардероб. Мы лично набрали кучу летних вещей, подумав тогда, ну, в Турцию едем. Тут всегда тепло. Но это нифига не так. Поэтому первые недели мы страшно мертвы. И самое главное – возьмите пару теплых пижам и теплые носки. При наличии жительных носков скажите себе потом спасибо, серьезно. Потому что дома в Турции толкостенные, стеклопакеты однослойные, а центрального отопления нет. И в квартирах реально холодно. Порой даже холоднее, чем на улице, без преувеличения. Либо придется постоянно топить квартиру газом. А это дорого. Вторая ошибка – это отсутствие нужных документов. То есть всегда собирайте нужные документы. Апостелируйте все свои документы заранее в родной стране. Свидетельство о рождении детей, свидетельство о браках, свои дипломы. В Турции это тоже можно сделать. Но это будет намного дольше и дороже. И сделайте загранпаспорт, если у текущего уже остался небольшой срок. Так как записаться на новый паспорт в Турции – это довольно-таки сложно. И это очень долгий процесс. Третья ошибка – это отсутствие информационной подготовки. Не думайте, что в стране, в которую вы собираетесь, все так же, как на вашей родине. Очень часто, что законы и правила в выбранной стране настолько неочевидны, что иностранству кажутся нелогичными или даже глупыми. Как пример, сим-карта турецкая блокируется через 90 дней и пользоваться ей можно только при получении ВНЖ. Телефоны, везенные за границей – а это как раз-таки ваш мобильник. В Турции заблокируются через 120 дней. И на территории Турции работать не будет с турецкой симкой. Вами останется только ваш роуминг, например, в российской гардре, если вы из России. Или снять квартиру здесь на 3 месяца можно только в апарт-отелях или через Airbnb. Или букинг по цене дороже, чем на местных сайтах недвижимости. Но при этом через местные сайты недвижимости, например, в Сахибинден, можно снять только на долгий срок от 6 месяцев. Связано это с турецким законодательством. Это тоже нужно иметь, потому что многие, кто приезжают, сильно удивляются. А как же так? Ну вот так вот. Здесь такие правила. Или еще пример. Оплата помесячной квартиры, снятая через местный сайт, нереальна. Турки требуют плату минимум за 6 месяцев. И в крайне редких случаях за 3 месяца, если попадется уж сердобольный собственник. Что тоже связано с турецким законодательством. Поэтому приезжая в чужую страну, надеясь на то, что как в вашей стране вы сможете снимать помесячную квартиру и помесячную ее оплачивать, потом качать и требовать, чтобы было именно так, это глупо. Вот только нагнетаете ситуацию и неприязнь к себе. Здесь другие правила. Ну не только к себе, а еще к другим иностранцам, которые также здесь находятся. Да, что приводит к ужесточению многих нюансов по отношению к иностранцам. Да, в миграционной политике. Как это происходит сейчас? А как это сейчас происходит, вот здесь посмотри. Или вот еще одно странное правило. Коммунальные услуги оформляются на иностранца, а не на собственника при аренде квартиры. И только при наличии ВНЖ. И даже интернет редко есть в квартирах, в наличии сдающихся в аренду. Так как он привязывается к документу личности. Один адрес, один интернет. Так что это тоже нужно иметь в виду. А как подключить коммунальные услуги, вот здесь посмотри. Посмотрите гайды претворительно. Как происходит аренда, регистрируется телефон, оформляются коммунальные услуги в ВНЖ. И сохраните себе на телефон, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта и в недоумении. Почему со мной, именно вот со мной, вот так вот не хотят. Ничего предоставить мне. Да, еще можешь подписаться на наш канал, мы там все подробно рассказываем. Четвертое. Не надейтесь на английский. Если у вас хороший английский, и вы считаете, что вам его хватит, чтобы общаться в Турции, то это ошибка. К сожалению, в Турции мало кто знает английский язык. Это единицы людей, и то в Анкаре и Стамбуле. Выучите хотя бы несколько основных слов и фраз на турец. Они вам сильно пригодятся, потом скажите спасибо. Да, и выучите, как спасибо, правильно говорили. Следующее, это социальный вакуум. Если вы переезжаете в Турцию, да и вообще в любую другую страну, и надеетесь вращаться только в кругу своих соотечественников, коих в Турции не так уж и мало, то это очень большая ошибка. Тем самым вы лишаете себя многих аспектов жизни в Турции, и тем самым минимизируете свои шансы до нуля в адаптации на новом месте. Таким образом, в скором времени, спешим вас расстроить, накроет скука, депрессия и жуткая тоска по той привычной жизни на родине. И ощущение новой родины у вас не наступит никогда. Старайтесь сразу идти на контакт с местными жителями. Заводите товарищей и друзей. Не бойтесь того, что у вас нет языка. Используйте первое время онлайн-переводчик. Турки охотно им пользуются. Идите на курсы Турецк. Благо, что при наличии ВНЖ такие курсы бесплатные. Например, и СМЭК от Стамбульского университета. И в общении с местными вы довольно быстро освоите язык, и чувство дома настанет быстрее. А еще изучите кухню Турции. Так как может такое случиться, что ваши вкусовые пристрастия сильно отличаются от того, что предлагает рынок страны. Например, если вы вот никак не можете жить без свинины, то жизнь ваша усложнится. Потому что тут нельзя пойти в первый попавшийся магазинчик и купить себе свиную шейку или бекон. Или, например, вы вегетарианец. То следует забирать большой город, где развита такая сфера пищевой индустрии. Например, в Стамбуле в кафе, ресторанах, вегетарианские блюда – это уже норма. А вот в Анталии или других городах, особо меньше, может стать для вас реальной проблемой. Седьмое – это полное отсутствие знаний о культуре местных жителей. Выбирая Турцию для проживания, имейте в виду, что основная религия здесь – мусульманство, несмотря на то, что здесь много жителей и с другими вероисповеданиями. Но тем не менее, обычаи всей страны больше заточены именно под ислам. Поэтому, если вас шокируют люди, совершающие намаз прямо на улице, в магазине, женщины в паранже или же раздражают постоянные звуки азана, то стоит задуматься. А то ли странного выбираете? Ну, пожалуй, это основные моменты, которые следует учесть выбирать для проживания именно Турции. Напиши в комментариях, уделяли ли вы внимание этим деталям, когда ехали в Турцию. А также, раз уж ты там уже внизу, можешь сразу подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки, чтобы узнать о всяких мелочах и как что делать в Турции. Обратная связь также возможна через почту, указанную под видео. С вопросами по поводу аренды можете обращаться на наш сайт, который также указан под видео. Огнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!